Во-первых, петербургский завтрак это уже создается бренд, петербургская кухня тоже. И в первую очередь я бы хотел подчеркнуть, отметить, что не только комитет внешних связей. Да, в 2014 году мы инициировали такое мероприятие, но практически все комитеты помогают нам. И, конечно, особое место занимает комитет по туризму. Потому что это неразрывная связь. Мы пошли, в общем-то, не по новому пути. Петербургская кухня существует с момента образования города. И очень хотелось бы, чтобы наша работа принесла результат, который можно было бы подслушать в каком-то из ресторанов через некоторое время, когда иностранец пытается заказать какое-то блюдо, не может выбрать. И потом говорит, пожалуйста, локал кузин, вот этой фразой должно появиться на столах блюдо петербургской кухни. Действительно, я хочу поблагодарить комитет по внешним связям. Мы всегда работаем вместе. Это замечательная просто история, которая продолжает развиваться сегодня и очень помогает нам и в развитии туризма тоже. Ну, вообще формирование образа нашего города. Потому что Санкт-Петербург, классический и современный город, полностью отражается в петербургской кухне. В петербургской гастрономии, да, которая, с одной стороны, восстанавливает в рамках петербургской кухни проекты, программы работы с нашими рестораторами. Это очень большая традиция, а здесь очень большая традиция русской, российской кухни, которая формировалась здесь, в Санкт-Петербурге, неразрывно связана с историей нашего города. Вот с самого дня его основания, и как раз мы в ближайшее время празднуем день рождения Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург был действительно местом, где рождались новые рецепты, где рождалась новая российская гастрономия. Потом она активно развивалась в событиях и праздниках Петербурга. На данном месте музей относительно создан был совсем недавно. Нам будет в этом году 5 лет, хотя железным дорогам России уже исполняется 185 лет. Первый поезд пошел из Петербурга в Царское село в 1837 году. И, конечно, уже были созданы на вокзалах, на первом, будем так говорить, вокзале первые пункты питания, первые буфеты. Смотрите, ну, конечно, сложно приезжать из города Москвы и рассказывать о том, что нужно делать в Санкт-Петербурге с его богатой историей. И, конечно, вот петербургский завтрак, замечательная идея. Мы вот в Москве пытались сделать московский, очень с большим трудом это все идет. Ну, я думаю, что вот сейчас я приеду, расскажу коллегам, значит, мы опять все-таки вернемся к тому, что очень важно, когда люди приезжают в город, чтобы они уже, начиная свое утро, могли бы попробовать что-то из местного. Это всегда, значит, некая история. Все началось отсюда. Петр Первый завез тот основной набор продуктов, который сейчас есть у наших рестораторов, он их привез, а потом их дальше стали другие государи-императоры развивать, привозить все еще больше. Дело в том, что рулет будет состоять из трех, так сказать, текстур судака. В него будет входить судак, который сейчас мы нарезаем такими слайсами и будем засаливать. Я сделал, уже подготовил, это мусс из судака, это судак и сливки. И также будет кожа, которую мы используем, она уже зачищена у меня. Эту кожу я использую наверх, на сам рулет. Таким образом, будет три составляющих судака в одном рулете. Замечательно. Замечательно. Сразу пустого закинули, нежелательно поврежать. Да, все жарко, что боятся, что прилипнут или что-нибудь еще. Но липнут, обычно, когда тесто немножко, но такая более нежная, которая плавает. Они бывают, подлипают, да. Замечательно. то 160,006,007,003,002,004,009,003,005,007,003,002,004,003,007,009,000. Надьemedесь? На самом деле? Продолжение следует...